всем доброе утро в общем я тут себе завтрак делу знаете что думаю вот я в инстаграм захожу смотрю там такие завтраки делают у меня это полноценный обед худеющие люди типа не на ппшном питании все дела там яичница из 5 яиц с шпинатом полезно ну на завтрак столько яиц в общем у них такие завтраки что у меня это обед а потом еще ужин ппшный пицца сыром сверху как они умудряются худеть я не понимаю тут блин вот тостик один вчера кстати купила вот такой вот варенье из bio из клубники 50 процентов 55 процентов фруктов с сахаром тростниковым ну это конечно все это ну думаю вдруг она она правда пахнет получше пахнет прям клубничным вареньем вкусная ну так вот один тост на завтрак и чашка вот этого вот не кофе а кофейный напиток здесь злаки с медом в общем со всеми делами цикория там 17 процентов я не понимаю как они могут столько жрать и при этом худеть на ужин у меня там ппш на меня на ужин блин одно яблоко и не худею в общем да крик души скажем так я им завиду просто смотрю я офигеваю как-то как так можно такой завтрак себе зарубить завтрак пипец а тут вот гостик один и все потом еще правда баранчик могу заточить когда сработать виду и учет так вот сегодня выспалась хорошо на удивление классно вчера так кто же легла уже знаете вообще засыпал очень долго могу два часа и три засыпать и вчера ли глаз на не в одном глазу думали на 5 что ли ну нет хорошо попрошайка пришел все кушаем свой не очень инстаграмный завтрак и наработку погода такая странная выезжаю из своего города солнце светит проезжаю сто метров туман ничего не видно еще сто метров проезжаю опять солнце светит странная такая уже я блин хотела сумку до сумку достать чтобы камеру ничего не получилось смотрите какое море шикардосное все красота класс потом после работы пойду гулять на пляж так что подписывайтесь и ставьте лайки ой а зачем хлеб выбросили туда чуть я не поняла юмора это инжир растет там наш замка смотрите как тишина и природа жалко что вот там нельзя спускаться там камень какой-то долбанулся большой и все запретили ну куда ты меня тянешь ой 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 это же кактус чарли ты чё дурак тебе нос проколет сейчас увидела клиентка моя уехала наверное на дачу одна минус я уже тут стряпаю фунчозу сейчас буду делать здесь у меня пока овощи лук перчик морковка баклажан а там вода сейчас будет для фунчозы на быстром огне такой вот все прожариваю чтобы было такое не особо сильно прожаренная но и готовая вот так фунчозы где она у нас здесь где же кипяте вот она сейчас посмотрю какую там готовить потому что есть тонкая есть не тонкая две-три минуты так и сделаем это почти готово здесь добавила соевый соус устричный соус специи китайские какие-то вот сейчас все это потушу и добавлю креветки креветки быстро готовится буквально за минуту и в конце еще выдавлю чесночок и будет у меня такое объедение все смешиваю с фунчозой и когда смешаю добавлю чесночок здесь у меня дожаривается мясо которыми уж вчера привез мы не едим мясо с кровью не любим поэтому я его дожариваю поэтому на вчера его не съел вот а кстати фунчоза готова сейчас буду есть всем приятного аппетита 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 а а а а а а а вот погода вообще замечательно сейчас представляете пока я вам тут все снимала чарли там в семье подбежали какой-то вы знаете что мы я много раз говорила что чарли мой не любит когда его гладят и может это типа окнуть в общем тогда а тут сам к ним подбежал такой знаете и начал с ними играть и женщины его вот так вот с ним прям трогает его гладит я чуть не офигела мне чуть камера из рук не вывалилась думаю я блин тут снимаю она там с ним играется но мы сейчас как он ее типах нет он не типа но он поиграл с ней и как это так это что ты чё это вообще стволе ты уже не боишься никого вообще погода шикардос февраль друзья как такое может быть я не понимаю сейчас поеду в алькампо за клубникой и арбузом разрекламировала 7 арбуз вот там одна клиентка бабушка тоже говорит ой купи мне тоже я говорю на следующей неделе поеду тогда что это а сама думаю знаете в она разрекламировала ей куплю а он какой-нибудь плохой окажется и скажет вот фигню какой-нибудь купила но я ее сразу предупредила говорю ну за такую цену можно и выбросить он такая да конечно в общем посмотрим хотя может быть саба суббота и может быть уже нифига не будет ничего посмотрим чё гадать правильно там прям прям сборище какое-то смотрите сколько там народу а что там происходит такой а это ресторан мы там с сестрой когда они приезжали в прошлом году кушали очень вкусно там и классно вот в этом ресторане ильпиньон называется народу столько еще знаете у меня в этом году было в году в месяце в году в этом месяце у меня было и есть две хотелки одна хотелка это было купить платье я его купила вторая хотелка вы знаете прям хотелка хотелка я тут в понедельник в тот понедельник ходила по магазинам зоомагазином и выбирала себе хотелку но выбора был небольшой вот что же я такое хотела я знаете что хотела открытие вот так вот утром встать открыть балкон или он скоро будет совсем открытым и чтобы утром не пела птичка так тик 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 чирикала я хотела и хочу хант канарейку канарейку птичку певчу хочу у меня были птички буквально года два с половиной три когда канала не было было были птички мне их отдала сестра мужа почему их потому что них было три от них столько мусора и они не пели кстати вот одна только пела но мне их отдали уже старенькими поэтому она одна за другой умирали вот и последняя птичка она уже прям болела такая знаете вот но я за ней естественно ее холила и лелеяла смотрите здесь котики кушает там их много кстати вот грязи от них страсть сколько но я уже придумала место где уже присматривала клетку вот когда у меня птичка умерла я естественно все клетки выбросила потому что я больше не хотела никаких птиц потому что от них грязи столько и ухода надо и все но тут вот прям загорелась не знаете хочу канарейку и все хоть ты тресни сказал об этом мужу он такой канарейку типа вот птицы в клетке мне не нравится что животные птицы в клетке я говорю ну блин я и за ними ухаживать буду хорошо он такой ну ладно у меня у него знакомых много говорит поспрашиваю кого-нибудь и вот каждый день я ему чё там канарейка есть в общем я ходила в одну один магазин вот где у нас у лидала там большой там от 34 евро по моему птичка стоит и клетка 22 такая хорошая клетка подошла в другой в зоомагазин мы у него с чарли каждый день проходим там 20 и 24 я говорю а разница в какая 20 и 24 он мне мужчина сказал что в это расе вы ну раса да птичка вот я говорю ну выбор был небольшой как там пару птиц было и они такие какие-то знаете такие какие-то некрасивые скажем так вот но хотелка это вот хочу вот прям загорелась и все недели две назад хочу себе птицу чтобы так лежать на диване слышите вот так мне пела птица на балконе уже место есть рядом с пылесосом я говорю вот так пускай мусорит я там про пылесосе вот этом своим пылесосом дрем-дрем-дрем и все зато будет мне петь я знаю канарейки очень купаться любят я помню меня было каждый день им водичку ванночка такая у них было они там купались у меня вот покупала разные вкусняшки тоже им вот поэтому что-то вот захотелось мне пишите у вас есть канарейки как вам моя идея вообще как вы думаете завести мне или не завести я вот хочу может почти пришли до машины поэтому сейчас поедем пока поеду в алькамп за арбузом и буду дальше продолжать хотеть канарейку чтобы там него так утром пела так классно же да клубники просто нереальный выбор смотрите хочет хотите на развес какой хотите но вот это самое вкусное 400 грамм 250 а здесь вот смотрите килограмм 499 на 4 килограмма 4 евро в общем килограмм но она не такая вкусная как это а вот это может быть тоже вкусная слушать тут тоже написано может быть взять еще и такой попробовать она у нас стоит со скидкой евро 99 этот или нет а может попробовать рисованный рисун чем даже прям я дна этим засомневалась а здесь у нас продукты и к любви он все выращены без писать 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 сидов или как там их называть смотрите какие малышки чё с ними делать с такими а стоит они знаете сколько 0 1 1 5 11 центов прикиньте мне лук нужен я люблю лук сама выбирать но там что-то выбирать не из чего так пойдут творожный сыр возьму вот думаю может быть помыла еще взять хотя я думаю что арбузы и клубники мне будет достаточно еще есть яблоки ананас чем все есть ладно буду дальше смотреть может груши какие-нибудь что взять вот выбирала выбирал клубнику и вот теперь надо ее перебирать вот а если бы наложил какой-нибудь продавец я вам сказал ай-яй-яй чарли кушает вот наложила мне глина гнилой клубники а теперь некого винить сама виновата в общем я купила вот такую вот баночку министры а вини вред делать думаю сейчас в лидл заеду потому что я валькампу творожный сыр не очень мне понравился там лук был с предложением говорю сейчас в лидл заеду как раз свеку красную куплю и что-то я в очереди постояла везде народу тьма везде все это ходит думаю сейчас еще в один магазин также машину парковать идти думаю ну его нафиг на завтра мы наверное дома не будем есть на понедельник у меня есть еда а на ту неделю тогда и поеду и куплю себе все что надо тем более я затарилась арбузом сейчас посмотрим что он там вы он на 3 евро почти у меня вышел не всегда знаете прям как бы трепетно открыт а вскрывать скажем так арбуз ведь чтобы посмотреть что же там внутри вкусный невкусный кушай кушай и рыба моя вкус и клубнику перебрать твою дивизию я вижу что ее до хрена там гнилой в общем обрежу подрежу помою съем гнилую вот так вот выбирала называется и сейчас посмотрим что там за арбуз у нас какой смотрите что муж притащил это оба такая фасоль я много раз говорил о ней естся с салом у кто-то на завтра надо салат достать у меня же есть там заморозки то помните я солила детство как горошек зеленого как мы едим горошек зеленый так она здесь естся я раньше не понимаю не вкусно не было а сейчас а сейчас а сейчас смотрите вкус начале он любит табу прибежал увидел меня и бегу там вообще очень по обрезала смотрите с коробки целый сколько клубники вообще выбрала называется блин самую тухлую пипец в общем такие дела чай или просто сейчас нажрусь все это фигни виночка будет чувствуем горячий надо все это чаем запить каким-нибудь вкусным такие вот два блин снятина сало достать надо чайок пока почти что выпит видео почти что смонтировано можно еще умыться на то еще столько делов так что буду с вами прощаться до завтра всего самого наилучшего встретимся с вами завтра всем пока пока